Часик, Радачи, Ферсладач, Хикана, отвечаем с Александром на ваш ломовейший вопрос И если у вас возник вопрос, задавайте нас, ссылки в описании Итак, Хикан, расскажи, пожалуйста, как надо вести себя на стреле Вот, вот такой вот вопрос, жизненный, жизненный, помню, да Был я на стрелах, был, но, скажем так, в качестве свидетеля, а не участника Вообще, я вспоминаю, в школе, ну, дрался с кем-то Ну, это так, наверное, в начальных классах, потом уже, ну, не знаю, или повезло мне, или наоборот не повезло В общем, в принципе, все, ну, мирно проходило Хотя были, были, конечно, случаи, но я не могу назвать, знаете, вот, когда, вот, стреловека Александр, ты мне расскажи, ты был когда-то на стреле? Ну, когда-то в молодости Понятно, что не вчера Ну, расскажи так Ну, это так, я не знаю Ну, тогда это казалось, это, там, ну, суперлюдь, там, ну, в каком мы классе там были Там, восьмом или девятом, там, класс, там, что-то против класса, или район на район Там, приходили какие-то терки, там, непонятно Ну, сейчас так это смотришь, блин, из-за каких-то мелочей Ну, вообще, там, ну, кто-то кому-то там постояли, там, что-то мордой побили Там, ну, не так, что прям в мясо, там, битами, там, ну, такое какое-то непонятно Ну, тогда оно казалось, да, серьезно, там, реальные проблемы, проблемы решаешь Весь такой, ну, немножко так стрёмно, но все же Заднюю не сдаешь, там, хоп-хоп, чик-пык А сейчас так рассуждаешь, думаешь, да, нахера это все было Вы делили район? Ну, типа, там, кто-то что-то не поделил, там, там, что-то там Не так сказал, не туда посмотрел, там, кого-то обозвал и понеслась там Понятно, итак, как же вести себя на стреле, если ты являешься непосредственным участником То есть, если ты выходишь раз на раз Я вам предлагаю следующее Если вы, ну, если у вас шансы приблизительно 50 на 50 То я вам рекомендую следующее Вы после махача, неважно, как он закончится Либо вы выиграете, либо проиграете Ну, не знаю, либо будет какая-то ничья какая-нибудь техническая Такое тоже бывает Вы идете в ближайший трампун и снимаете побои В любом случае, еще раз повторяю, неважно Проиграли вы, выиграли Потому что бывали случаи, допустим, один чувак дал на стреле на той самой пизды другому Он выиграл, он победил Он пошел в трампун, снял побои, например, все там, зафиксировал, опись И потом мусорнулся на другого чувака Ты представляешь, какая подлость? Это не по-пацански, не по-понятиям, например, да? Вот же пидорская человеческая натура А вы, говорит, человек поменялся Ни хера подобного Я вам для подстраховочки советую действительно снять побои Неважно Если что, вы сразу, ну, если пойдет на вас заява То вы встречную заяву кидаете И там уже хуй сосали комбайнеры Ничего вам не сделают Если, конечно, у вашего визави, у вашего оппонента Батя не мент, например Вот такие вот дела Ну, если вспоминать о моих стрелах Ну, я не знаю Я не буду рассказывать о чем-то таком слишком уж кровавом и неугодном Я расскажу из своих каких-то воспоминаний Не-не У меня же канал обучающий, образовательный Я объясню, объясню Значит, была такая фигня Один чувак очень любил поговорить в интернете То есть, да, вот я пишу тебе, шашель, да я тебе пиздюлей дам Да я тебя расчленю, закопаю И всячески я тебе угрожаю, да То есть, неважно тебе Ну, пусть тебе будет там лет 30, да А чуваку, какому-нибудь пиздюку, ему будет 11 лет Ну, это так, просто пример В то время, ну, чувак там был, ну, скажем так Не совсем спортивного телосложения Ну, обычный овощ Ну, как и все Он был, наверное, ну, в школе, может, в классе там, в девятом Наверное, может, в десятом Но это не суть важна И был его такой же оппонент Ну, тот занимался спортом Ну, не сказать, что был качком Но был довольно-таки спортивным парнем, например Атлетически, атлетического строения И, ну, понятно, что при поединке честном и равном Он бы дал ему пизделей И тот, первый наш говорун в интернете пишет Да я тебя выщемлю, когда только я тебя встречу Да я тебя порву, как туалетную бумагу Да ты у меня будешь летать, как банный тазик Как мячик футбольный во дворе И я тебя растопчу, как мухомор ногой, например И вот как-то, ну, прошел такой цинк-цинк Что сегодня мы собираем в нашего района Братву И идем месить этого чувака Искать, а потом уже месить Но он тоже там кого-то потянул И, блин, вот это был цирк Я тебе говорю, я вспоминаю, я просто хаваю вот Всю эту вещь С его стороны там были чуваки Я их знал Они занимались там боксом То есть некоторые из них были уже КМС В десятом классе КМС, ну, представь И вот в чем разница между быдлом И мальчиками из хороших семей Пыдло, оно стрессоустойчивее Как бы там кто ни говорил Понимаете? На ринге вы можете победить по очкам Можете бегать от своего партнера по спаррингу Но на улице вы по очкам не победите Вам дадут пиздюлить такой, что мама в школу не ходи И вот мы встречаемся У нас была, ну, скажем так, паритетная Паритет между нами был То есть там было, наверное, человек десять И с нашей стороны тоже человек десять Но у нас были, скажем так, группа инвалидов Но морально устойчив Конечно, я шучу про группу инвалидов У нас тоже были нормальные чуваки Но там, с другой стороны, были ребята Более спортивно, более физически развиты Более подготовленные То есть, если бы действительно они применили свою силу по назначению Если бы не было у них этого оцепенения, кататонического ступора То нам было бы пизда Ну, по-другому вы и не скажете Но они выпали на очкошники Хоть и там боксерок того, но они очкошники, Александр Вот, вот в чем вся суть А вы, и там еще с нашей стороны кто-то еще нажрался Аааа, сюда там, шшш, быстро Я смотрю на них, ну, ничего, нормально Я был трезвый, адекватный Вот И мы что-то подходим И начинается все Сразу начинается месила То есть, ну, один на один, все по-честному Ха-ха-ха Один у нас Я вообще вспоминаю Но он был старше нас Ему, наверное, было лет 18 Но он весил, ну, действительно, килограмм 50 При росте метр восемьдесят Он был очень высокий Очень высокий, очень худой Не знаю, какого ветра мне сдувало Как он просто передвигался, у него ноги Вот, реально, когда он снимал футболку Все доставали мобильные телефоны И, ну, знаешь, он, допустим, сидит где-то на лавке А ты вроде как в телефоне просто сидишь И так голову поворачиваешь И потом фотографируешь Действительно, такое ощущение Как будто он только вот с концлагеря на медне откинулся Ха-ха И он, и он кричит Так Ну, вроде как кричит Он тихо говорит На самом деле кричит другому чуваку Говорит Сейчас, сейчас мы их пиздить будем Сейчас мы его угандашивать Угандашивать Я запомнил это Сейчас мы их угандашивать будем Я думаю Ну, ничего, нормально И рядом вот эти чуваки с другого района стоят И смотрят так Они все слышат Они все слышат, прекрасно понимают Но они ничего не говорят Потому что они боятся И, ну, идет баталия Идет битва один-один Естественно, тот чувак, который с нашей стороны Он более спортивный Он более атлетичен Он дает пиздюлей Кровавых тому чуваку Говорону из интернетов Интернет-бойцу И все Он его там чуть ли не на колени поставил Тот кричит Тоже еще и курил Блин, отдышка Все, я больше не могу Там, простите, пацаны Лучше обоссыть Там, не бейте Ходите, я вас отсосу Ну, конечно, не так Но Если бы ему предложили Я думаю Ну, нет, мы все-таки не звери И мы давай там всех Всех чуть ли не извиняться Заставляли Те вот с того района Говорят Да ну, нет, нет Все Пацаны, давайте Нам проблемы не нужны Все Мир всем вам Блин, вот это позор Капитулянство Ужит Мне было стыдно за них Ну, почему Они это они А стыдно мне Компуктера 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 Компуктера